Предмостовая или Славянская площадь, лицо Саратова. Стелла с названием города и напоминанием о трудовой доблести до недавних пор скрывала неказистое прошлое. Частично заброшенные, разрушающиеся одноэтажные постройки. Впервые о глобальной реконструкции площади заговорили летом 21-го года. Тогда было предложено расселить десятки частных домов, а на освободившейся территории разбить сквер. Нашлось решение транспортной проблемы. В часы пик на въезде и выезде из города образуются огромные пробки. Снос старых построек позволил бы отдать автомобилистам по дополнительной полосе – со стороны Большой Горной и улицы Соколовой. Здравое и давно назревшее решение, как это часто бывает в Саратове, столкнулось с рукотворными трудностями. К реализации проекта городские власти подошли с примитивно-казенными методами, при этом забыв простую истину – плохое запоминается надолго, а хорошее воспринимается как должное. В итоге процесс изъятия земельных участков и недвижимости растянулся на месяцы с недовольством жителей и судебными тяжбами. Мы живем здесь очень долгое время, десятилетиями. Почему мы живем в деревню, как нам предлагала Куя, Чеконова, куда-то на эти деньги. Езжайте в деревню. Такое было, но просто никто, когда это все началось, никто не записывал. Понимаете, все боялись, как-то люди были не сведущие с этой ситуацией. Почему мы должны из этого района приехать куда-то? Впрочем, гнев граждан был справедлив. Их имущество оценили за копейки. Так, одной из собственниц предложили за ее дом 238 тысяч рублей. Купить какое-либо жилье за такие деньги просто невозможно. У нас есть общая проблема. Нас выкидывают на улицу. Мы все будем жить в этом прекрасном парке, в палатках. У нас люди готовы на крайние меры. Ну что, нам лечь вот под машину? Просто мы уже нас накрутили так, что, к сожалению, нервы сдают у всех, даже у меняемых взрослых людей. Выделенных 192 миллионов на всех не хватило. Неверная оценка – очевидный просчет муниципалитета. У меня на самом деле тоже на приеме были женщины. У меня тоже вопросы к итогу суммам, которые в результате подписанных соглашений семья должна получить. А дальше пришлось искать дополнительные средства на расселение. 100 миллионов выделили лишь в апреле 22-го. К концу лета прошлого года площадка должна была быть расчищена. Но к сносу зданий приступили лишь в конце ноября. Как следствие, работы по благоустройству снова отложили. Сегодня на месте старых построек освободившееся пространство. Площадь, словно получив глоток свежего воздуха, задышала полной грудью, получила объем. То, чем он наполнится, зависит от чиновников. Проект крайне важный и знаковый, чтобы подходить к нему с привычными шаблонными решениями. Саратов достоин того, чтобы получить красивое и современное лицо. Было бы логичным к созданию проекта реконструкции привлечь профессионалов-архитекторов. К примеру, провести конкурс, по итогам которого и выбрать лучший вариант. Чтобы уже потраченные усилия и средства окупились с пользой для горожан и гостей Саратова.